Друзья, всем привет, это Варлорд. Пока что я не планирую докупать оставшиеся три комплекта. У меня есть фигурки всех главных героев, злодеев, и о сетах, и о фигурках уже сформировано какое-то мнение. Ну а если вдруг какой-то из тех трех комплектов прям очень хочется посмотреть, то давайте лайки набираем, в комментариях пишем какой комплект, ну и конечно пишем любимого героя, ведь это главный вопрос в видео. От вас в комментариях жду одного понравившегося больше всего персонажа в серии. С кого мы начнем? Конечно же с Монки Кида, причем не с одного Монки Кида. Да, ни для кого не секрет, что в каждом комплекте по серии Монки Кид идет этот герой, что в принципе логично. Прежде всего хочется сказать, что здесь нет версии из ресторана, с вот этой лапшичной, где он в костюме, доставщик. Да, ее и правда нет. Ну и конечно теперь самый главный вопрос, чем они все отличаются. Смотрим. Первые два. Поставил их таким образом случайно, но они два полностью идентичны. Мы можем сейчас это увидеть, то есть две одинаковых эмоции, ничего интересного. Вообще скажу, что иногда различались аксессуарами, допустим у одного иногда был смартфон, но всегда посох присутствовал как неотъемлемая часть данной фигуры, данной персоны. Дальше смотрим. Это другой Монки Кид. Отличается заплывшим лицом. Да, и также вот вторая эмоция, где он оскален, но оскален немного по-другому. Это может напомнить вам фигурку Коула. У него тоже были такие толстые брови, и он чем-то напоминал Монки Кида. А прическа от Кая. Четвертая фигурка Монки Кид из набора «Смехом царя обезьян». Чем он крут? Вот этой красной краской на его лице. На одной эмоции она есть, и это главный его отличительный элемент. Чуть не забыл показать вам фигурку Монки Кида из пятого комплекта с байком белого дракона. И можно сказать, что в итоге у меня два. Два и один. Ну, собственно, логично, что из дорогого комплекта фигурка отличается. Сейчас я сделал дальний план, можете посмотреть, я буду потихоньку расставлять фигурки. Ну и плюс заодно вы видите два комплекта. Любимый мною мех царя обезьян. Слева и справа это царь быков. Это тоже персонаж, но, правда, не мини-фигурка. Но главный антагонист, между прочим, ни много ни мало. Обзор на канале Варлорд персонажа справа, на канале Брикстар, меха слева. И да, вскоре планирую на Брикстар видео, на комплект, который круче, чем постройки в Ниндзяга, и круче, чем постройки в Монки Кид. Имею в виду здание. Если вас заинтересовал, то скорее туда подписывайтесь. Второй герой это Пикси. Кто это такой? Ну, странная свинья размером с человека. У него есть своя лапшичная. Да, кстати, то фургончик лапшичный, а сама лапшичная-то у меня, собственно, есть. Это часть комплекта с мехом царя обезьян. Ну, он выглядит прикольно. Штаны эти, это ноги, которые среднего размера, как в Гарри Поттере было. Ну, и если нужно, то это, конечно, здорово, потому что для любой фигурки подростка и так далее, эти ноги, они будут классными, они сгибаются. Из главных героев фигурка Мэй. Это, ну, да, один из важных персонажей будет. Она будет помогать Монки Киду. Ну, и вот их компания, она как раз появилась в трейлере. Можно сказать, что фигурка вполне годная. Несмотря на то, что мне хотелось бы принты, ну, чуть более подробные на ней, ну, здесь получился минимализм. То есть белый костюм и слегка такой невзрачный пропринтованный дракон. Здесь по поводу прически. Она уникальная для фигурки. Ну, две эмоции. Здорово, что есть шлем. Шлем очень похож на, допустим, Пауэррейнджеров каких-то. И, мне кажется, смотрелся бы здорово на каком-то из этих героев. Ну, а так на ней тоже смотрится вполне футуристично. Кто хочет посмотреть на ее байк, есть обзор на канале. Но можно сказать, что ее байк один из самых простеньких комплектов. Это нейтральный герой. Положительный. Можно их так назвать, я думаю. Жители города. Встречались они у меня в двух комплектах. В одном два героя. Ну, а это слева и справа мужчина с девушкой из комплекта «Смехом царя-обезьян». Ну, и вот еще одна девушка в центре. Можно сказать, что это классические для лего фигурки, которые могут встречаться и в Ниндзяго, и в Сити, и в Крейтере. Короче, они могут пойти куда угодно, еще и вернуться. Да, и рубашка у мужчины слева, она классная. Гавайская рубашка уже встречалась в лего в комплекте Сити. Да, на самом деле комплекты Сити тоже могут удивлять. Перед вами моя любимая фигурка в серии. Это «Царь-обезьян». В лего всего две версии «Царя-обезьян». Из серии мини-фигурок и из «Монки Кит». Причем тут уже ситуация совсем не такая, как у главного героя. «Царь-обезьян» встречается лишь в одном комплекте. Я думаю, за ним будут охотиться, поскольку он и на логу, и везде именно этот герой. Но тут уже нам лего хочет показать, что это эксклюзив. Поэтому набор за 11500 с этой фигуркой. А так, да, классно. Золотые детали на его броне можно отметить. И две эмоции. Рассерженная и довольная. Хорошая фигурка, очень даже добротная. Я думаю, войдет в топ моих любимых за этот 2020 год. Погнали смотреть на антагонистов. «Царь-быков» понятно, он большой, это набор, но кратко скажу, что я ждал от него гораздо меньшего. Если этот комплект будет потом по цене подешевле, и вам захочется какой-то крутой большой сет, то я бы рекомендовал первый мех «Царя-обезьян», если дорого, то именно «Царя-быков». Я знаю, что, ну, не все, может, он приглянулся, но то, что он сделан классный, детализированный, то, что у него секира и вот светоблок здесь еще и встроен, мне он, короче, понравился. Обзоры есть на канале, можете заценить. «Принцесса Айрон Фенн», «Жена-царя-быков». Логично, что смотрим на нее. Это вторая фигурка из моих любимых в этой серии. Объясняю почему. Во-первых, крутейшие принты. Если у вас есть какая-то огненная там жрица из фэнтези или, ну, любой другой маг женского пола, то это прям отличные принты для этой героини, потому что здесь, ну, нет какой-то привязки определенной. То же самое и про прическу с рогами, можно сказать. Не Малефисента, конечно, но то, что получилось здорово, это правда. Тоже для какой-то колдуньи, возможно, для некроманта. И здесь есть золотая корона. Выглядит тоже классно. Наплечники более-менее простые, две эмоции. И также можно отметить, что у нее здесь какое-то ожерелье на голове. Да, эмоции тоже прикольные. Здесь, я не знаю, мне чем-то напомнила вторая эмоция. Чандру, это героиня из Magic the Gathering, вселенной, которая повелевала огнем. Вот глаза зажигаются, там похожая история была. Ну и также хочется отметить и посох. Как оказалось, это веер, поэтому они сделали такую странную, ну, не леговскую деталь, это не пластик, это просто материал. К сожалению, лучше бы здесь был, конечно, какой-то посох, как были раньше в Ниндзяга у змей. Тогда умели делать хорошие посохи у серпентинов. Ну, к сожалению, довольствуемся тем, что есть. Фигурка Red Sun, ну, уже не так эпично, как в видео с Джетом Monkey Kid, потому что тут нет крутых вот этих его задних конструкций, образовывающих джетпак. Ну ладно, зато объективнее будем смотреть на героя. А что могу сказать, так то, что мне здесь нравится прическа, мне нравятся, в принципе, принты, очень неплохо, не хватило на руках. Мне кажется, героя можно было бы детализировать чуть-чуть получше. У него две эмоции. Мне нравятся его эмоции в очках. Пока не могу себя поймать на мысли, почему именно она мне нравится. Но, в общем, он выглядит очень даже серьезно. Ну и вторая, он совсем какой-то обезумевший, странный. Ну, такая вот фигурка, конечно, у нас уже семейка образовалась. Вот, они стоят теперь все вместе. И можно смотреть на великую армию быков-клонов. Это генерал Айрон Клетт, как я помню. Он главный. Почему он главный? Потому что у него рога серебряного цвета, руки в цвете металлик, и его не обделили тканевым элементом. На этом все. Это точно такая же фигурка обычного воина из армии быков-клонов. Но хотя бы его можно отличить. Хоть на этом спасибо. Можно отметить его оружие, которое я не люблю, потому что считаю, что оно не очень красиво выглядит у героя. Уже Лего не в первый раз к нему прибегает. Считаю, как часть большого оружия, часть какой-то декоративной штучки, набора, там, постройки, здорово. Но как оружия нет. Голова прозрачно-оранжевая, без каких-либо намеков на то, что это человек. Что ж, ну и теперь, конечно же, армия быков. Посмотрим, собралась ли у меня она хотя бы какой-то. Итак, теперь Айрон Клэд в компании шести быков-клонов. Неплохая армия. Три-три и вот один генерал. И, честно говоря, уже выглядит, ну, неплохо, когда они все вместе. Хоть все еще считаю немного халтурными. Что можно сказать про конкретного представителя быков-клонов? Вообще у них есть имена, они даже отличаются. Но никто никогда не поймет, кто есть кто. И даже я жду уже в сериале Monkey Kid вот странные шутки на тему того, что вот они путаются. Ну так, честно, вот оттенок фиолетовый добавляется в большей степени, когда это обычный быклон, а не генерал. Так что такие вот стандартные бойцы в классическом цвете для этой армии. И мы знаем, что их прототип это царь быков, которого вы сейчас, кстати, видите. Ну, в общем, такие дела, неплохая армия, которая отлично дополнит, мне кажется, главного злодея хотя бы с визуальной точки зрения. Это Сэнди. Совсем недавно вышел обзор, вчера, вернее, на комплект с танком быков-клонов. Ну и вот он оттуда. Могу сказать, что фигурка и правда вызвала у меня только приятные эмоции. Мне понравились бусы, его рыжая борода с аракезом, штаны. Все это, знаете, выглядит очень даже смешно и прикольно. Ну, я с удовольствием добавлю эту фигурку в свою коллекцию. У меня очень даже неплохая коллекция Макси фигурок. Даже старое видео на канале, там их и так много можете заценить. Собственно, сейчас вы видите всех героев. Пора, пора подводить итог. Моя любимая фигурка, да, вы ее знаете. Свои любимые фигурки напишите обязательно в комментариях. Желательно одну, чтобы было проще. Поддерживать канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.